Всем привет! В этом видео расскажу о своем меню на кетопитании, в котором два приема пищи в день. Каждый день на завтрак я ем яйца с беконом или с рыбой, так как яйцо это богатый источник протеинов, витаминов, минералов и незаменимых жирных кислот. После такого завтрака не думаешь о еде до вечера. В первый день на ужин готовим куриную печень, для этого хорошо ее промываем и удаляем ненужные прожилки. После этого обжариваем на оливковом масле до готовности, добавляя соль и перец по вкусу и на гарнир будем жарить кабачок, нарезанный кубиками. Этот ужин готовится буквально за 10 минут. Подаем с тремя полосками бекона, свежим огурцом и маленькими помидорами. На второй ужин из этой же печени готовим вкуснейший и сытный салат, для этого в большую миску рвем листья салата. Для соуса берем столовую ложку вяленых помидор с маслом, нарезаем две маленькие желтые помидорки, добавляем ложку оливкового масла и все перемешиваем. Затем добавляем куриную печень соусом, который мы готовили вчера, столовую ложку кедровых орешков, но это уже по желанию. Все еще раз аккуратно перемешиваем и выкладываем в тарелку, украшая сверху полосками сыра. На третий день готовим куриные сердечки, выкладываем их на горячую сковородку, тушим до готовности и затем добавляем большую столовую ложку жирной сметаны. Тушим еще 2-3 минуты и подаем с любыми овощами, для жирности можно добавить немного сыра. На четвертый день мы будем есть холодец, который приготовили вчера вечером. Отварив свиную рульку с добавлением небольшого куска говядины. Мясо разобрали руками, а кожицу пропустили через мясорубку. Холодец это очень удобный ужин на несколько дней, в нем полезный натуральный коллаген. Вот так можно ужинать с холодцом в разные дни. Например, с листьями салата, маслинами, огурцами и вялеными помидорами с их же маслом. Видео рецепта их приготовления есть на моем канале. В другой день, например, можно приготовить оладьи из кабачков и яиц и подать их вместе с холодцом. Так же хорошо холодец сочетается и с овощными салатами и свежей зеленью. В пятый день хорошо очищаем, промываем и отвариваем куриные желудки до готовности. Из одной части сделаем салат на ужин, для этого возьмем одно вареное яйцо, огурец, стебель сельдерея, редис, зеленый лук и укроп. Все мелко нарезаем и смешиваем с одной ложкой горчицы и одной ложкой сметаны. Перец и соль по вкусу. А вторую часть желудков можно на следующий завтрак залить яйцами. Получается очень сытно и вкусно. Ну а салат из них тоже очень вкусный и нежный. На шестой день при осмотре морозильника нашлась свиная ножка. Ее мы отварили до готовности, а затем обжарили с добавлением чеснока, перца и сливочного масла. Подаем с огурцом и стеблями сельдерея. Седьмой ужин – это куриные ножки в духовке на подушке из нарезанных кабачков и баклажанов. Соль и перец добавляем по вкусу. Запекаем до готовности и кушаем с салатом и свежих овощей, заправленных оливковым маслом. На восьмой день готовим любую рыбу, в нашем случае это кита. Очищаем ее от кожи и нарезаем на порционные куски. Вместо масла выкладываем на дно формы свиное сало. Ну а сверху уже укладываем рыбу. Соль не используем, только перец, так как сверху мы будем все посыпать твердым натертым сыром. У нас он замороженный. Запекаем блюдо в духовке до готовности и румяной корочки. И подаем с салатом и свежих овощей. На следующий ужин тушим свинину до готовности и добавляем в нее жирную сметану. У нас в этот раз деревенская. Добавляем нарезанные кабачки с маленькой луковицей, солим и перчим по вкусу. И после приготовления получаем нежную свинину в сметанном соусе с кабачками. Подаем это блюдо вместе с овощной нарезкой из помидоров и огурцов и свежего салата. И наконец в десятый день готовим, но очень ленивые голубцы. Для этого перекручиваем фарш из свинины, говядины и индейки. Перчим и солим его. В форму выкладываем дольки свежей капусты с любимыми вами специями. Формируем котлеты из фарша и делаем соус из жирной сметаны и воды. После чего заливаем наши очень ленивые голубцы соусом. Запекаем в духовке до готовности. А кушайте вкусно с огурцом и сельдереем. Вот такие 10 дней на кето у меня получились. Если мое видео вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь своими рецептами и достижениями в комментариях. Всем пока и до встречи в новых выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok